Выгорает газон, вянут цветы и даже деревья. Общественники Усть-Каменогорска серьезно обеспокоены состоянием города. Они считают, что во всем виноваты коммунальные службы, у которых нет единого плана по высадке зеленых насаждений, практически нет никакого и ухода за ними. Проблемы в благоустройстве областного центра увидел и Вячеслав Ветлугин. Вот, пожалуйста, это уже полностью сухая ветка. То есть этот саженец был высажен, он сколько стоил, а потом его не поелевали и он просто погиб. Вот так засушили клумбы у мемориального комплекса Победы в Усть-Каменогорске. Магистр архитектуры Мария Козлова наглядно демонстрирует просчеты ландшафтных дизайнеров и ответственных за озеленение представителей коммунальных служб. По всему городу видим такое явление, что сквозь плитку прорастает трава. И это значит, что нарушена технология укладки плит. Во всех городах применяемая технология, когда под песок кладут специальный материал, геотекстиль. Он не дает корням проникать в грунт. А заросшие бурьяном тротуары у перекрестков порой не позволяют водителям рассмотреть дорожные знаки и обстановку на проезжей части. Я бы обратила внимание на то, что не ведется никакого мониторинга по части зеленых насаждений в городе вообще. То есть нет системного подхода к тому, как осуществлять уход за зеленью в городе. Например, мы видим много сухостоя, который долго не убирается. Проблему глубже видят представители регионального центра экологической безопасности. Со слов экологов, у местных озеленителей попросту нет дендрологического плана. Проще инвентаризационной карты в насаждении с данными о плодородности почв в определенных районах. Основная проблема по озеленению – отсутствие дендрологического плана и плана компенсационных посадок в городе. То есть правила, которые утверждены на Маслихатом, четко говорят о том, что все посадки либо вырубка деревьев должны происходить четко с дендрологическим планом. В прошлом году в этом микрорайоне построили новую автодорогу с двумя полосами и тротуарами. Вдоль обочины высадили березовую аллею. Но проект озеленения этого участка, видимо, провалился. Вы сами видите, в каком состоянии сейчас насаждение. Со слов местных жителей, за ними никто не ухаживал. Неухоженные клумбы и цветники – дело рук, а точнее бездействия фирмы-подрядчика, уверяют представители местного акимата. По словам чиновников, озеленять город взялась фирма из Уральска. Но тендерные обязательства предприниматели не выполнили. Они не выполнили часть своих обязательств. Поэтому нам пришлось с ними расстаться по этому поводу. И решать уже на местном уровне, чтобы экстренно проводить посадки уже силами других подрядчиков. Впредь к выбору подрядчиков в городской администрации пообещали отнестись серьезнее. И к осеннему озеленению привлечь сертифицированных дендрологов с хорошим послужным списком. Вячеслав Федлугин, Жгер Бабаканов и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Итоги дня.